приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео разберемся с картой устричный залив до того как эта карта вышла она сначала тестировалась всеми желающими игроками в режиме разведка боем в разведке боем эта карта не самая моя любимая была мне больше всего нравилась воздушная гавань но она так и не дошла до нас еще может быть когда-нибудь мы ее увидим но ее так сильно переделали что первый вариант мне даже больше нравился но честно говоря после того как я увидел как играется в рандоме уже на основных серверах устричный залив я уже не совсем уверен а какая карта лучше всего зайдет поскольку для меня в разведке боем устричный залив карта была вообще невзрачная непонятная смотрелось как-то сложно и после того как на ней поиграешь никаких ощущений вообще не было я даже не мог выделить что-то плохое в карте или что-то хорошее то есть можно сделать вывод что карта не такая уж простая если сравнивать со старыми какими-то картами где направление все понятно очевидны они очень простые разобраться в них намного легче после того как карта устричный залив появилась у нас в рандоме на основных серверах поначалу у меня подгорало от нее я вообще не понимал как играть я пытался какие-то там позиции найти дерзко резко заехать туда заехать сюда и понял что любые дерзкие резкие тактики на этой карте заканчиваются жестким сливом в нули ну и карта отправляется в черный список со временем мои дерзкие резкие тактики отправились в мусорную корзину я начал придумывать как играть по-другому вход пошли тактики поспокойнее поскольку я на тот момент играл в основном на тяжах то и в принципе люблю играть на тяжелых танках ну и на средних иногда и на птшках которые тоже похожи либо на ст либо на тт в общем стиль игры у меня получается двух видов либо танки я люблю которые похожи на тяжелые либо похожи на средние и весь мой геймплей сошелся к одному приезжаешь на один и тот же перекресток и просто расстреливаешь врагов так как они подставляются на фланге с устричными фермами там где есть такой объездной проезд где обычно происходит сходка тяжелых танков они там на перекрестках собираются есть три дороги основные центральная две боковые также есть еще на фланге там где устричные фермы объездная широкая туда нам не надо туда я уже пробовал дерзкие резкие тактики заканчиваться тем что мы превращаемся в устрицу туда нам вообще не надо ехать также какие-то поджимы через центральную высохшую речку тоже заканчиваются тем же самым поэтому подъезжаем к этому перекрестку и расстреливаем врагов в любом направлении из этих трех которые отходят от этого перекрестка что для одной команды что для другой мы аккуратненько играем позиционочку если нас мало и нас могут задавить мы можем откатиться и встретить врагов создал перекрестный огонь мы можем откатиться как и в одну сторону так и в другую удобно встречать врагов с любой стороны даже можно сильно назад отъехать и занять полочку с камнем и кустом нужно действовать по ситуации это если враги на нас нападают если у нас преимущество и нам нужно атаковать и на другом фланге у нас все нормально нам базу не берут то мы можем поехать в атаку в атаку нужно ехать желательно без засвета если мы едем по той дороге которая ближе к центру карты там где взлетная полоса то там нужно ехать только без засвета вперед если мы будем ехать в свету то с другого фланга из куста птшки будут нам стрелять всю дорогу в бочину это может закончиться сбитыми гусеницами артиллерия может настрельнуть оглушениями поджогами в борт в корму мы можем попросту не доехать если мы едем с другой стороны это можно делать только если нет врагов которые находятся на краю фланга там где небольшие холмики возле воды на берегу там где эти самые устричные фермы если там кто-то сидит он нам будет настреливать в бочину выживать там очень сложно и скорее всего если там кто то есть со временем он сам себя там ликвидирует а либо он будет стоять там афк и не вылазить вообще я туда ездил там очень тяжело и неудобно конечно то можно вообще пассивно себя вести не делать ничего и вылазит только если враги сами подставляются можно и так конечно играть в таком случае нам нельзя ехать с той стороны которая открывает нашу бочину под эти самые устричные берега можно конечно и по центральной дороге поехать через ущелье все зависит от ситуации если же мы проиграли другой фланг и нам на базу приехала куча врагов конечно же нам нужно вернуться и защитить базу если базу возьмут то хуже уже не будет все это конец это самое главное что нужно сделать не дать врагу захватить базу это очевидно я на каждом стриме это говорю уже много лет поведение в рандоме у людей примерно одинаково всегда они выигрывают фланг и при любых обстоятельствах большинство едет дальше вперед даже не задумываясь нужно ехать или не нужно им все равно вообще что там происходит у них на базе если вы сами не поедете защищать свою базу при необходимости это не сделает никто в рандоме люди карту не видят в принципе она у них отсутствует как таковая вообще поэтому если вы сами не посмотрите на карту и не поймете что у вас на базе куча врагов и базу нужно защищать избивать то это не сделает практически никто союзники при выигрыше фланга просто едут прямо при любых обстоятельствах почти все дай бог если из 10 один поедет базу защищать опять же если это нужно если на базе у нас есть враги в принципе вот такая вот карта получается что основное что на ней есть это перекрестки один перекресток есть у нас больше для тяжелых танков находится он возле ущелья на другом фланге есть перекресток который больше подходит для лт бумажных пт ну и различных там всяких непонятных средних танков и так далее один фланг больше про броню другой больше про кусты но и на бронированном танке можно и там и там сырать но что самое главное это то что нужно сфокусироваться на этих перекрестках и отыгрывать от того что делают враги нам нужно сначала на этом перекрестке получить информацию сколько врагу кого больше союзников или врагов и уже эта информация отыгрывать сломя голову занимать какие-то агрессивные позиции это того не стоит поскольку из них никуда потом не денешься фланг не поменяешь туда тяжело доехать там тяжело выжить агрессивные позиции что на одном фланге что на другом заканчиваться всегда одним и тем же жестким сливом и карта отправляется в черный список но если играешь аккуратно на перекрестке то в принципе карта получается супер простая и понятная нужно всего лишь выбрать либо левый перекресток либо правый и это касается что одной команды что другой причем любого класса техники если ты легкий танк тут едешь на берег там где корабли занимаешь кустик и светишь либо еще можешь через центральную речку с другой стороны аэродрома стать в куст и там посвятить в принципе там всего два куста что для одной команды что для другой найти их не сложно я думал ты воды нашли их уже сразу у птшек тоже все просто камень куст возле базы все просто а вот танки которые могут играть агрессивно у них вот эти перекрестки вот такая вот карта получается только когда она вышла на основные сервера это не сразу я понял суть этой карты как на ней играть что на ней делать убрал все лишнее лишние тактики лишние направления оставил только самое главное самое основное и получается что все те разнообразные направления которые на карте есть они в основном для конца боя когда уже союзников и врагов становится меньше плотность танков на карте уменьшается направление почти все становятся более безопасными можно играть более раскованно но в начале боя нужно аккуратно отыгрывать позицион очки вокруг этих перекрестков вот и все такие мои выводы по карте устричный залив она мне в принципе начинает нравиться она неплохая там меньше напрягает арта из-за того что ущелье тяжело простреливается и это мне нравится карта вышла действительно неплохой интересной сложной и не сразу я начал ее играть правильно пишите свое мнение в комментариях как вам карта с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока